Здравствуйте! Это проект в гости. И сегодня с нами автор идей, создатель и вдохновитель, художественный руководитель продюсерского центра Королевский цирк, заслуженный артист России Гия Эрадзе. Здравствуйте! Здравствуйте! Гия Эрадзе – заслуженный артист России и Грузии, художественный руководитель и главный режиссер продюсерского центра Королевский цирк, обладатель главной награды «Золотой клоун» циркового фестиваля в Монте-Карло-2019. Родился в Тбилиси, там же начал творческую деятельность, которой по сей день посвящает всю свою жизнь. Проделал путь от начинающего артиста до руководителя четырех ведущих российских цирковых коллективов и является автором уникальных номеров и масштабных спектаклей. В общей сложности в его проектах участвуют более 400 профессиональных артистов и более 50 видов животных. В 2019 году заслуженный артист России Гия Эрадзе занял почетное место члена жюри Международного циркового фестиваля в Монте-Карло и получил уникальное предложение от ее высочества принцессы Монако Стефании в 2021 году стать главным режиссером юбилейной программы самого престижного циркового фестиваля в Монте-Карло. В возрасте 11 лет, если я не ошибаюсь, вы впервые попали в цирк и вот с того момента вы решили связать с ним свою судьбу. А помните, что именно вот так сильно вас вдохновило тогда? Любовь к цирку. В целом? В целом, потому что, вы знаете, с самого детства я очень любил цирк. И мое желание попасть в цирк, это было выше всего. Я помню, когда мы с мамой и с бабушкой проходили в цирк, еще не заканчивалась программа, когда было много особенно животных в цирке. Я во время даже программы, я говорю, мама, еще раз, еще раз ходим в цирк, мы же придем еще раз на этот цирк. А мама говорила мне всегда, говорит, да успокойся, ты, говорит, сначала посмотри цирк, а потом уже поговорим, говорит, да придем, говорит, еще раз. И у меня был сумасшедший какой-то некий внутренний страх того, что я уйду из цирка и не вернусь в этот цирк. Мне хотелось быть в цирке. Поэтому я в 11 лет воле судьбой попал в цирк и уже 31 год я верой и правдой служу этому искусству. Более того, вы попробовали себя буквально во всех сферах циркового искусства, это и лошади, и экзотические животные. Во многих жанрах. Во многих жанрах. Во многих жанрах отработал в цирке, но основная моя профессия это дрессировщик. Я работал со всеми животными, за исключением, у меня не было никогда солонов и не было морских животных, лостоногих. Практически все остальные животные у меня были и прошли через мой путь актерский. Я очень люблю животных в цирке, считаю, что дрессура это один из основных жанров цирки, на котором основана вообще советская цирковая школа. Поэтому в нашей программе сегодняшняя песчаная сказка это тоже не исключение. Очень много животных, экзотических животных. Уникальный аттракцион, единственный в мире дрессированные бегемоты, это большая группа дрессированных бегемотов. Обезьяны, вилблюда, собаки, лошади. Всегда вот в таком количестве на моих всех проектах и присутствуют с животными. Сегодня во Владивосток приехали тонны декорации, световые, звуковые, реквизиты. Ну, тонны, тонны всего этого на самом деле. Очень большое количество костюмов, очень большая труппа актеров. Это абсолютно новый проект. И то, что на афише написано впервые, это полностью соответствует этому названию, слову. Впервые во Владивостоке песчаная сказка. Новый проект Гирадзе. Поэтому ждем вас всех во Владивостоке, в этом замечательном цирке. Пусть даже с ограничением зала 50%, неважно, но мы в полном объеме на все 100% и больше, и даже больше отработаем замечательный спектакль «Песчаная сказка», который был создан на базе большого московского государственного цирка на проспекте Рунации. Ваше шоу – это всегда, безусловно, невероятная феерия. Все это знают, все обожают ваш цирк. У вас всегда аншлаги. И именно шоу, да, у вас некий собирательный образ, не в классическом его понимании. То есть это и мюзикл, это какой-то общий сценарий, да, вот, например, в частности, у «Песчаная сказка». Вы знаете, я никогда не делал просто цирк. Всегда мои проекты были некий синтез, сплетение жанров, эстрады, цирка, мюзикла. Это было, есть и будет, мой почерк и моя стилистика. Я безумно люблю тот советский цирк, который я когда-то в детстве влюбился, но тот советский цирк – это был в то время, совершенно другого поколения, абсолютно другой менталитет, другое детское поколение даже пошло. Поэтому сегодня удивлять все сложнее и сложнее. Сегодня 21 век, сегодня мир интернета, понимаете, и всего того, что есть сегодня, не было тогда. Дети ведет много всего виртуального. Конечно. Поэтому сегодня нужно создавать новый проект. И вот этот новый формат цирка, который мы когда-то придумали вот здесь, во Владивостоке 21 год. Именно в нашем городе? Да, именно во Владивостоке мы выпускали первый легендарный проект «Пять континентов». Это было здесь, в этом манеже. Я это замечательно помню. Я очень рад, что я вновь во Владивостоке, уже в качестве художественного руководителя, продюсерского центра, королевский цирк с новым спектаклем «Песчаная сказка», которую впервые мы привезли во Владивостоке. В одном из ваших интервью вы использовали такой термин «фэшн-цирк». Речь шла о ваших костюмах многочисленных, роскошных. Мне очень хотелось бы сейчас остановиться на этой теме. Вы знаете, все, что я делаю, это и есть фэшн-цирк. Что такое фэшн-цирк, в моем понимании? Это стильно, это красиво, это дорого, богато, это необычно, это неординарно. И это то, что мы делаем многие годы. Мы – это моя творческая команда. Очень большое значение имеет творческая команда, которая меня окружает, потому что в создании новых спектаклов и проектов, безусловно, требуются профессионалы. Если музыка, то она авторская, если костюмы, они авторские, специально пошиты и сделаны под проект, также декорации, также все, что мы создавали и создаем, мы делаем конкретно под проект. Под каждый все свое. Под каждую много. Очень сложно перечислить, наверное, даже невозможно перечислить и даже сосчитать все награды, которые у вас есть. Но мне бы очень хотелось сегодня поговорить с вами об одной, а, наверное, самой главной для цирковых артистов. Это золотой клоун, которого вы получили в Монако. Это был полный триумф российского цирка. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, я очень рад и очень горд тем, что, во-первых, я подружился и много лет с ней дружу. Это принцесса Стефания, принцесса Монако. Я имел большую честь, когда пригласили наш коллектив, нашу труппу на фестиваль в Монте-Кабло. Мы представляли, естественно, российскую государственную цирковую компанию «Росгосцирк», продюсерский центр «Гиерадзе», «Королевский цирк» и, конечно, всю нашу страну, потому что это международный фестиваль. И это было очень волнительно. Со нами были ваши коллеги, федеральный канал России Андрей Малахов, который все это осветил и сделал замечательную передачу, посвященную этому триумфу, на самом деле, как вы сказали, потому что впервые за 43 года существования фестиваля целиком коллективу дали «Золотого клоуна». До этого получали номера отдельно. А можно немножечко остановиться, чтобы зрителям было понятно, что «Золотой клоуна»? Да, чтобы вы понимали, что такое фестиваль Монте-Кабло цирковой. Это как для спортсмена Олимпиада, это как для эстрадных певцов Евровидения. Также это топ-класс, это высшая награда для артиста цирка, даже просто участие на фестивале в Монте-Кабло. Поэтому я уверен и знаю, что все артисты цирка стремятся и мечтают попасть на этот фестиваль. А туда берут только лучших из лучших. Мне посчастливилось, что я был в прошлом году, позапрошлым, потому что в прошлый год эта пандемия, все, что жизнь остановила, а позапрошлым году я был членом жюри Международного фестиваля в Монако. А вот сейчас, в 22-м году, в юбилейный фестиваль, в 45-й, «Принцесса Стефания» меня пригласила главным режиссером фестиваля в Монте-Кабло. И я готовлю огромный проект для этого фестиваля вместе с нашим режиссером Евгением Шевцовым. Он же является главным режиссером Московского золота Никулина. Мы делаем очень большой проект. И уже в начале 22-го года больше 75 наших русских артистов, в государственной компании «Росгусцилк» и продюсерского центра «Королевский цирк» поедут вновь покорять фестиваль в Монако. И это колоссальное волнение, потому что еще я выступаю в качестве главного режиссера всего фестиваля. И мне нужно сделать так, чтобы это было юбилейно на самом деле, потому что это юбилейный 45-й фестиваль. Мы готовимся? Я уверена, что все будет великолепно, и вы вновь поразите публику. Это будет триумф. Будем надеяться. Вы затронули тему пандемии. И, конечно, все мы понимаем, что цирковая жизнь – это в первую очередь гастроли. Это в первую очередь благодарная публика, которая возвращает ту самую энергию колоссальную, которую тратят цирковые артисты на подготовку номеров. Да, собственно, вся их жизнь – это сплошная работа, очень серьезная. И, к сожалению, в период пандемии не было возможности выезжать, не было зрительных залов выступать. Но я, конечно же, понимаю, что вы не тратили время зря. Вот расскажите, что делали, пока был локдаун? Вы знаете, в пандемию было очень тяжело нам ее пережить морально. Больше морально. Почему? Потому что мы все-таки государственные артисты. И нас государство содержало, помогало. Наша компания Росгосцилка. Спасибо Министерству культуры Российской Федерации. Спасибо правительству России. Спасибо нашей компании, руководству Росгосцилка. Все животные были сыты, безусловно. Рацион не сокращался. Зарплата артистам сохранялась. Рабочим зарплата сохранялась. Обслуживающий персонал сохранялась. Не было только спектакль. Не было главного. Не было самого главного. Не было того, что из-за чего мы все эти годы трудимся и создаем новые номера. Но даже в пандемию мы умудрились отрепетировать новые номера, новые трюки, выпустить новые проекты. И как только были сняты ограничения, допустимым ограничением посещаемости зрительного зала на спектакль, мы одни из первых, которые открыли свои гастроли и начали работать. Это было замечательно. Потому что все остальное время мы находились в тех городах, там, где мы, можно сказать, застряли. Потому что мы приехали целых постоянно, переезжают, конвейеры. Мы приезжали, приехали в разные города. Да, у нас там несколько коллективов. И остановились. 11 месяцев мы не работали. Это была катастрофа моральная, душевная. Честно говоря, даже сложно представить. Да, потому что когда-то, как только началась пандемия, мы думали, ну месяц, ну два. Вообще для нас пандемия, для нашего поколения особенно, да. Ну мы вообще, слово пандемия даже не очень, честно сказать, знает, что это такое вообще. И тут пандемия в 21 веке, вот такая ситуация. Поэтому, наверное, все нужно пережить в этой жизни, на все воля Божия. Поэтому я буду очень надеяться, что мы ее пережили, эту пандемию. Хотя она еще не закончилась, к сожалению. Но массовая вакцинация помогает к тому, чтобы предотвратить пандемию. Вот я лично вакцинировался, наши все артисты вакцинировались. Поэтому мы очень счастливы сегодня находиться во Владивостоке, и иметь честь приехать сюда, выступить в этом городе. Пусть даже с ограничением 50%. Но я еще раз повторяю, что наша вся труппа будет работать на полную отдачу, на все 100%. Поэтому общими усилиями, с Божьей помощью, мы переживем эту пандемию уже окончательно. И очень надеюсь, что забудем ее, как кошмарный сон. И больше никогда ее не будем вспоминать. Пусть это произойдет как можно скорее. Гео, вы, безусловно, новатор циркового искусства. И очень интересно ваше мнение. Скажем, через 50 лет, как вы думаете, каким будет цирк? О, через 50 лет. Не могу ответить, каким будет цирк 50 лет. Через 50 лет, потому что я не знаю, что будет через 5 лет. Мое желание, могу сказать одно, не знаю, каким он будет, но мое пожелание, чтобы цирк развивался. И несмотря на то, что через 50 лет, наверное, меня на этом свете уже не будет, я буду очень счастлив и рад, если цирк будет идти в ногу со временем. Потому что через 50 лет будут совершенно другие новые современные технологии, о которых я даже боюсь представить. Понимаете, я все-таки советское дитя и горжусь этим. Горжусь тем, что я вырос в Советском Союзе. Горжусь тем, что я воспитывался по советской школе циркового искусства. Это была лучшая школа в мире. Что мои педагоги были великие народные артисты СССР, Равлеты Госпремии, такие как Александр Михайлович Запашный, Тереза Дурова, Борис Константинович Белюков. Я даже посчастливилась мне отработать в одном манеже с легендой советского цирка, с кумиром миллионов людей, с Олегом Константиновичем Поповым. С Олегом Поповым мы вместе выходили на парад. В одном проекте мы открывали Санкт-Петербургский цирк Ченизели. Когда я был художественным руководителем, главным режиссером цирка Ченизели. Понимаете, это исторический цирк в Санкт-Петербурге, в моем любимом просто Ленинграде, потому что я так привык этот город называть. Понимаете, я очень ценю и дорожу той памятью, той эпохи. Та эпоха, то время, та плеяда, это было другое поколение, это были другие абсолютно люди, это был настоящий цирк, это были настоящие артисты. И когда сегодня я уже в качестве, я вхожу в комитет международного членов, в жюри по всему миру, и сижу в жюри и смотрю определенные цирковые номера, понимаете, я вижу очень много нового, но я очень рад за то, что многие цирковые студии, цирковые школы, которые существуют в разных городах нашей страны, сохланили традиции советского цирка, потому что именно на этих традициях и выстроен весь сегодняшний цирк. И все мои проекты, пусть даже суперсовременные, как я сказал, фэшн-цирки мои, да, которые я выстраиваю и делаю за все эти годы, база – это те советские цирковые жанры, которые придуманы еще в то время. Это очень ценно, очень гордое, понимаете, та школа, она была абсолютно другая школа, она была настоящая, какая-то не фальшивая, что ли, она была вообще другая. Да, строгая, но это было классно, это было настоящее. Я помню, когда мы все артисты, уже состоявшие артисты, все-таки шли в балетный класс, мы репетировали хореографию, мы умели ходить по манежу, в конце концов, держать осанку и так далее. В этом и заключается вот эта настоящая классическая цирковая школа, правильная, которая была лучшая во всем мире. Русских артистов можно было отличить отовсюду. И я очень рад, что я имею честь сегодня держать большие трупы наших русских артистов и преподавать им уже, и учить их именно чтить те традиции, которые были заложены во мне, а я передаю уже им, и есть еще многие артисты, которые живы до сегодняшнего дня, из той школы, которых я с удовольствием приглашаю к себе в коллективе уже в качестве педагогов, мастеров, тренеров. Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо, что пришли к нам. И, конечно же, отдельно хочется вас поблагодарить за эти праздники, феерию и волшебство, которые вы нам всегда дарите. Спасибо большое. Мне очень приятно на самом деле находиться во Владивостоке. Я очень рад, что вы меня пригласили на эту замечательную передачу. Поэтому мы от себя постараемся показать вам настоящий, новый, современный цирк, тот цирк, который вы не видели. То есть она будет в той же стилистике, в том направлении, в котором зритель привык видеть шоу Гии и Радзе. Но Песчаная сказка – это будет уникальный проект, абсолютно другой и похожий на другие остальные мои проекты. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok